Приветствую друзья, на этот раз я хотел бы поговорить с вами о беспроводных наушниках SE16S за 18 долларов, которые выглядят на все 100. Обмануться может каждый и даже с моим весьма внушительным опытом, но я бы ни в жизни не сказал, что у меня в руках откровенно дешевая модель. Хотя к чему все эти прелюдии, смотрите на все своими собственными глазами. Поехали. По характеристикам у нас Bluetooth 5 версии, поддержка ASBC кодека, драйвер 1 динамический, чувствительность 108 дБ на милеватт, диапазон частот 20 Гц 20 кГц, есть защита от воды IPX5, работают они на одном заряде примерно 4 часа, емкость наушника 40 мАч и емкость кейса 500 мАч. По коробке, конечно, сложно что-то сказать, но она серьезно лучше Halo или KZ, настораживает только отсутствие бренда производителя. И да, эта модель так и называется SE16S. Like LZ это просто наименование одного из магазинов, где их можно купить. Внутри мы имеем инструкцию, контроль качества, Type-C кабель и две пары фирменных амбушюр. Вот таких вот амбушюр я реально еще не видел. Большие тут реально огромные, а средние как большие. И несмотря на это себе подобрать что-то из набора я так и не смог. Удивлены? Дело вовсе не в насадках. Так хитро сделали сами наушники, что лично мне. Вот они действительно слабо подходят. Чуть-чуть не хватает длины звуковода, где-то около одного миллиметра. Но все это легко решается насадками от Дуну. С ними ушки сели шикарно, удобно, с отличной пассивной звукоизоляцией. Так что будьте внимательны. Из коробки наушники не под любое ухо. Корпус имеет такую бочкообразную форму, полностью сделан из пластика. Каких-либо отверстий на нем я не нашел, но отчего качество микрофона естественно не стало лучше. Однако за 18 долларов студийного уровня я бы и не ждал. Послушайте сами, сейчас я вставлю отрывок записи. Тестируем качество записи наушников SE16S. Собственно, вот так вот данные наушники и записывают звук. С внешней стороны имеем такую округлую фигуру, которая лично мне очень напомнила бренд мифа. Вполне возможно, что это их OEM-производитель. Управление здесь естественно сенсорное. Одно касание дает паузу, два переключения трека, три управления громкостью, а зажатие, оно естественно включает голосового ассистента. Сопрягаются ушки друг с другом, а затем один из них со смартфонов. По отдельности они тоже могут работать. Кейс тут вообще, друзья, на мой взгляд, выше всяких похвал. Такой не стыдно положить к наушникам и баксов за 150. Ничего не мотыляется, как у КЗ. Материалы заметно дороже, чем у тех же Redmi, Halo. Тем более, сберите, находится такой огромный дисплей с индикацией заряда, а не пара светодиодов, как у некоторых моделей. Суммарно он дает около 20 часов музыки, то есть выдерживает пять полных перезарядок. Защиту модель имеет IPX5 от водяных потоков с любого направления. Наушники спокойно пробивают через две стены, гулял с ними по улицам и даже там, где Xiaomi и KZ начинали запинаться, тут все просто шикарно. За качество связи отлично, задержки тоже на минимуме. Аналогично и с громкостью. Герой обзора почти в два раза громче, чем Halo и Redmi. По замерам имеем добротный импульс и максимальное искажение THD чуть более 2%. Для Bluetooth это очень хорошо. АЧХ тоже радует. Разброс частот колеблется где-то плюс-минус 5 дБ, по меркам наушников они практически прямые. На 5 дБ поднимается бас и настолько же прогибается середина. Это совсем немного и на слух все кажется очень ровным. Естественно, все это длится до области разборчивости, где мы имеем сразу подъем на 10 дБ. После этого аккуратненько ослабили верха, чтобы не сверлили и не пилили и где-то с 15 кГц плавно увели в ноль. По мне так АЧХ очень годная. Но непонятно лишь одно, почему такие наушники не снабдили приличным кодеком? SBC? Вы серьезно? Хотя на странице магазина и упоминается АПТХ, по факту его здесь нет. Здесь нет даже ААСИ, но АСБС на подавляющем большинстве устройств не оставляет шансов даже реально годному излучателю. Все будет мутно и так чуть смазано. Очень жаль, так как драйвер тут реально приличный. Даже сквозь СБС на нем прослеживается скорость, динамика и драйв. Лично мне в SE16S сильно не хватило низких частот. Ну а значит и глубины и объема. Контрабас звучит как Roland TB303. Для синтеза тут, конечно, раздолье, а вот акустический бас слабоват. Середина в меру прямая. Здесь мне добавить совсем нечего. Тело акустических инструментов и вокала отлично прорисовывается и развивается в область разборчивости. Высокие слегонца притушили, чтобы не капали на мозг. Но в целом все на своих местах. Разнообразные звуки струн и перкуссия слышны и практически осязаемы. По стилям наушники, наверное всеядны. Но тут стоит держать в уме ослабление на нижней части спектра. Или же использовать встроенный в плеер эквалайзер. Любители Hi-Fi Man, Ray 400 или всякой однодрайверной арматуры будут в полном восторге. Мне же, повторюсь, низа не хватило. Итогом SE16S это однозначно хорошие беспроводные наушники. Сделаны качественно. Есть защита от воды, добротное время работы, регулировка громкости. Ну и естественно звук, который несмотря на SBC кодек и своеобразно приготовленный бас, все равно хочется слушать. За свой прайс вполне одобряю. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях. Это был обзор на Bluetooth наушники SE16S. Всем добра, всем пока-пока.